Как вы помните, в одном из прошлых роликов мы рассказывали вам о некоторых актеров из сериала «Сваты», которые умерли. Это видео набрало более 500 тысяч просмотров, и поэтому мы нашли еще информации про данный сериал. Сегодня я расскажу вам о том, каких еще актеров из «Сватов» уже нет с нами. Перед началом попрошу вас поставить лайк. Спасибо! В третьем сезоне в дом Будько приезжают Ковалевы, чтобы подготовить Женю к школе. Иван и Валя недовольны неожиданным приездом «Сватов» и устраивают настоящие испытания городским жителям в новых сельских условиях. Попутно Ковалевы знакомятся с местным социумом, другом Ивана Митяем и соседкой Любкой, миловидной разведенкой средних лет, которая тут же кладет глаз на нового мужчину. Вспомним сцену, где Иван выпивал с мужиками. Собутыльник из эпизодической роли, которого исполнил Анатолий Зизюлин, умер в 2013 году. Ему было 63 года. Вспомним также седьмую серию третьего сезона. К Митяю из города приезжает сын Андрей с новостью о своей свадьбе. Митяй предлагает провести торжество в деревне, но Андрей оказывается тем самым нерадивым студентом Юрия и свадьба вообще под большим вопросом, потому что в день свадьбы назначена пересдача. Иван обещает решить все проблемы, потому как профессор все-таки его родня и в благодарность требует от Андрея выполнения всяческих работ у себя на огороде. Вот только Юрий оказывается непреклонным и на просьбы Ивана отвечает отказом. Тогда Иван предлагает выяснить отношения в схватке. Они играют на приставке Sony PlayStation с условием, что побежденный выполнит желание победителя. Юрий побеждает. Иван приходит к Андрею и говорит «Все, я договорился, иди учи». Юрий все-таки уступает просьбам и переносит экзамен на более поздний срок. Женщины обсуждают новость о женитьбе сына Митяя. Валя говорит, что и Любке неплохо бы уже выйти замуж. И обращает внимание на то, что по ней уже много лет сохнет участковый. Осип Найдюк был одним из гостей на свадьбе Митяя. Его не стало в 2015 году. А помните четвертый сезон? Пятая серия. Выездная школа сетевого бизнеса в отеле «Сватов» дала серьезный толчок бизнесу гостиничному. Валентина увлекается сетевым маркетингом. Юрий осваивает новую профессию – экскурсовода. Образованный гид привлекает одну из участниц выездного тренинга. Сама она в свободное от продаж время работает библиотекарем. И в общении с Юрием находит много общих тем для разговора. Вот только разговоры эти совсем не радуют Ольгу Николаевну. Ну а тренинг заканчивается групповым квестом, в котором сваты принимают самое активное участие. Ведь на кону – 10-дневный отдых на южном берегу Крыма. А это значит, что отель «Сватов» еще 10 дней будет обеспечен клиентами. Жаль, не всегда желанная победа дает желаемый результат. Вернемся к тому моменту, где Анатолич был экскурсоводом. Когда он с командой Кэрри Мэй ехал на автобусе, один дедушка рассказал свою историю про войну. Актера звали Борис Чернокульский, который умер в 2019 году. Сейчас же я вам расскажу об остальных актерах и сватов, которых уже нет с нами. Думаю, все помнят такого прекрасного персонажа, как Никитишна. У этой деревенской бабушки еще козу украли Иван и Митяй в шестом сезоне. Актрису, исполнившую эту роль, звали Галина Апанасенко. За свою фильмографию она собрала более 80 фильмов и сериалов. В 2013 году ее не стало. Актрисе было 70 лет. Многим запомнилась мама Ольги Николаевны. Мы ее видели с 4 по 6 сезон. В реальности актрису звали Ольга Аросева. Аросева прекрасно знакома не только любителям театральных постановок, но также кино и телезрителям всех возрастов, поскольку не стеснялась и уже в возрасте появляться в кадре. Старшее поколение знает актрису как пани Монику из передачи «Кабачок. 13 стульев». Люди помоложе увидели проекты с ее участием в середине нулевых. А самым маленьким зрителям Аросева известна благодаря своему голосу. Ведь им говорит госпожа Беладонна из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», «Слониха» из «Котенка с улицы Люзикова» и даже «Баба Яга». Ей было 87 лет, но в 2013 году ее не стало. Невероятной удачей для создателей сватов стала возможность пригласить в проект знаменитого актера театра и кино, каким был Владимир Зельдин. В сериале актер исполнил роль престарелого, но все еще бодрого отца Ольги Ковалевой, Николая Николаевича Катеева. Свою первую роль в кино он сыграл еще в 1938 году, правда эпизодическую, и даже не был указан в титрах. Но уже следующая картина «Свинарка и пастух», вышедшая на экраны в 1941 году, прославила артиста на весь огромный Советский Союз. В сватах же он снимался, когда ему было уже за 90. Дожил Зельдин до 101 года, оставаясь в здравом уме и почти до последнего выходил на сцену. Актера не стало в 2016 году. Иван Марченко исполнил роль психотерапевта. Мы видели его в шестом сезоне «Сватов», а потом еще и в «Байках Митяя». Актер прожил только 44 года. Умер он из-за остеосаркомы, с которой боролся несколько лет. Его не стало 1 марта 2021 года. Но в шестом сезоне был еще один герой, который совсем рано ушел из жизни. Актер, который исполнил роль таксиста в «Сватах», Александр Бондаренко. Он выходил на сцену театра в Киеве и снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Начав карьеру киноактера еще в советское время, Бондаренко успел сняться в десятках художественных фильмов и телесериалов. К сожалению, он умер прямо на сцене во время спектакля «Тысяча одна страсть» или «Мелочи жизни», произнося монолог. Врачи уже ничего не смогли сделать. У актера остановилось сердце. В третьем сезоне сериала «Сваты» Олег Триповский, скончавшийся в апреле 2018 года, играл директора хлебозавода, на котором трудились Валентина и Иван Будько. О причинах смерти артиста ходило немало слухов. Так коллеги Олега по театру утверждали, что виной кончина на 1953 году жизни стала давняя тяжелая болезнь. А помните, как в третьем сезоне Будько и Митяй менялись домами? Митяевского свата воплотил на экране Анатолий Борчук. Ушел из жизни Анатолий в 2015 году, после продолжительной и тяжелой болезни. К сожалению, время не жалеет никого, и с каждым годом все больше великих актеров уходит. Нам очень повезло, что команда сватов успела снять седьмой сезон и выпустить его. Если кто-то не знал, «Сваты 7» вышли 20 декабря, и полный обзор серии мы сделали в нашем новом ролике. Можете...